За плечами каждого из них немалый дорожный опыт. Однако даже у самых бывалых водителей случаются ошибки в экстремальных ситуациях. Управление Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Грудницкой области устраивает такие семинары учебы не для того, чтобы, как говорится, научить ученого, а чтобы дать возможность каждому лично прочувствовать эту грань потери сцепления с дорогой. В мои должностные обязанности входит в том числе производство автотехнических экспертиз по уголовным делам о ДТП. Поэтому, имея возможность анализировать причины дорожно-транспортных происшествий, которые происходят у нас в Грудницкой области, мы, конечно же, можем рассказать водителям о том, почему происходит авария, по каким причинам. Одна из причин аварии, конечно же, это водительский фактор, так называемый человеческий фактор. Причем, речь идет не о том, что водитель на красный свет выехал, не уступил дорогу, а речь идет именно о потере контроля над автомобилем. Здесь, на автодроме, как раз и открываются секреты экстремального вождения. И пусть не каждому с ними не повезет встретиться на дороге, любому водителю не помешает знать, как ездить на скользком покрытии или в незнакомой местности. Не стоит забывать, что тормозить на лежачем полицейском – это удар по колесам и подвеске гораздо безболезненнее в момент встречи отпустить тормоза. Обходить в поворот на нейтралке специалисты и вовсе считают вредной привычкой. Управлять автомобилем не только рулем, но еще и газом водители получают как бы два способа, два средства управления автомобилем. Если мы едем на нейтральной передаче, остается только руль. Особенно это критично для переднеприводных автомобилей, у которых для вывода из заноса, вопреки, так сказать, логике, нужно наоборот увеличивать подачу топлива, чтобы передние колеса как бы вытягивали автомобиль из заноса, компенсировали занос. Если будет включена нейтральная передача, то водителю останется уповать только на точность руления. Посмотреть, как надо делать, а как не надо, разобрать типичные ошибки и найти на них противоядие можно было не только в качестве зрителя, но и сидя по ту сторону лобового стекла. Еще один секрет, как безопасно объехать внезапно возникшее препятствие. Тормозить в этом случае – это потеря управления над автомобилем. Гораздо правильнее снизить скорость, а в момент сближения прибавить газ и объехать препятствие. Быть не просто хорошим водителем, но еще и мудрым – бесценно. Подобные занятия в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Гродницкой области планируют провести еще зимой.